приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про лбз 3.0 разработчики обновили страницу с таймером до патча 1.32 самого крупного патча который будет 22 января на этой странице добавили ответы на вопросы про лбз 3.0 и сейчас я вам подробнее про них расскажу там есть некоторые вопросики ответики очень странные и на мой взгляд не совсем пересекаются с реальностью но давайте подробнее поговорим про все что там по накалякали первый ответ про то что задание не будут ограничены не нациями не по классам единственное ограничение которое у нас будет в лбз 3.0 это по уровням они будут разделены на следующие группы уровней 6 по 7 уровень с 8 по 9 и 10 11 то есть у нас для этих трех групп будут лбз 3.0 для того чтобы получить танк 11 уровня нужно будет выполнить 45 заданий с отличием это финальные задачи под веток в каждой под ветки 5 заданий и того у нас получается в лбз 3.0 будет 225 задач у нас будет три операции по 75 задач в этих операциях будут под ветки в каждой под ветки 5 задач и пятую задачу нужно будет выполнить с отличием на данный момент разработчики могут нам сказать про 10 уровень только то что это будет сверх тяжелый танк 11 уровня с механикой двух орудий танк появится после выхода обновления 1 32 подробная информация будет когда-то там позже после выхода лбз 3.0 две первые компании останутся в игре и можно будет параллельно выполнять все задачи всех компаний они будут отображаться в бою прям как и первые две компании все можно будет посмотреть все можно будет одновременно выполнить все будет работать ничего никуда не пропадет все на месте также тут вопрос про то что делались ли задачи с учетом особенностей оборудования на понижение штрафу или повреждений модулей увеличение количества очков прочности и так далее и разработчики тут рассказывают что до задачки формировались с учетом всех изменений в игре еще бы они делались не так но я вам так скажу что там есть вопросы даже к первым двум компаниям я пробовал там не так давно проходить их заново и там даже задачи для новичков самые первые те задачи которые видят люди которые только вот появились в игре практически там есть примерно 3-4 задачи которые в общении адекватные но об этом чуть позже следующий ответ про то что у большей части задачи будет только основное условие а у финальных 15 задач операции будет как основное так и дополнительное условие их выполнение потребует усилий то есть большая часть задач у нас будет с одним всего лишь условием без дополнений также есть вопросик про то что будет если мы задачи выполним раньше чем появится в игре танк 11 уровня я вообще в шоке что такой вопрос существует и что на него еще дают ответ как это так все время происходит в танках что что-то появляется у нас новый контент новый магазин а что в нем будет хрен поймешь на тебе говорят вот уже начинай играть а что ты там получишь хрен его знает и ты до самого конца ничего не поймешь и только когда ты получишь скатаешь на нем пару бою поймешь куда ты вляпался и так постоянно и вот ответ вы получите главную награду компании в тот самый момент когда боевая машина станет доступна для игроков я здесь думал ответ будет следующий что вы получите главную награду компании в тот самый момент когда выполните все задачи не нихрена когда танк станет доступен всем а задачу можно я так понимаю выполнить раньше и сидеть звезды пересчитывать видимо. Более того, мы планируем дополнительно начислить таким игрокам особую памятную награду в качестве поощрения. А медальку дебил в ЛБЗ 3.0 будут задачи разных типов. На одно выполнение, на успешную серию выполнений, а также на копительные задачи за любое количество боев. И вот следующий вопрос тоже меня убивает, а точнее его ответ. Будут ли бланки приказов в новой компании? И ответ просто шок. Нет. Ну да ладно, нет и нет. Поскольку в новой компании не будет ограничений по нациям и классам техники. Да ладно. Неужели бланки приказов нужны для этого? Ведь бланки приказов нужны для того, чтобы пропустить задачу, которая просто неадекватная. Или мы не понимаем, как ее сделать не можем лет 200, а не потому, что там есть ограничения по каким-то там нациям. Так бы мы все задачки повыполняли, если бы не было ограничений по нациям и классам техники. Задача, если она идиотская, она идиотская для всех классов техники и для всех наций. И ее хочется пропустить бланком приказов. Разве нет? Но здесь нужно дождаться задач и увидеть, будут ли там такие задачи, которые хотелось бы пропустить, поскольку они вообще не в адеквате. Дальше тут есть вопросы про дополнительные способы получения этих бланков приказа для текущих компаний. Таких способов дополнительных не планируется. И старыми бланками со старых компаний нельзя будет закрывать задачи из новой компании. Также все танки за ЛБЗ 3.0 будут акционными. Это те танки, на которые можно без штрафа пересадить экипаж и все. Также можно будет выполнять ЛБЗ 3.0 на танках, полученных за ЛБЗ 3.0. Невероятно! Ограничение ведь только одно. По уровням больше никаких ограничений нет. Будут ли задачи ЛБЗ 3.0 сложнее прошлых компаний? Большая часть каждой операции будет под силу каждому игроку. Выполнение финальных задач потребует усилий. Как и в прошлых компаниях, следующая операция будет сложнее предыдущей. Также задачи можно будет делать в составе взвода, но циферки будут в ЛБЗ засчитываться только ваши. ЛБЗ прям под взвод, таких задач не будет. Также возникают вопросики про новый танк ТФ 2 Кларк в ЛБЗ 3.0. Будет ли у него оглушение, точнее дезориентация или нет? Так вот ответ. Нет, поскольку ТФ 2 Кларк, это представитель нового класса техники. Тяжелый огнеметный танк. Ёб твою мать, за что? Еще что-то новое. А зачем? Потом у нас появятся ветки тяжей огнеметных без оглушения и что они делать будут? Ну разработчики говорят, что подробнее об этом расскажут позже. У него точно не будет механики оглушения. Давайте с вами пофантазируем, что будет делать тяжелый танк, который якобы по идее должен ехать к тяжелым танкам. Что тяжелый танк против тяжелых танков будет делать огнеметом? Выжигать их чертям и убивать? Или выжигать модули или экипаж или что? Ведь вы посмотрите на логику разработки. Если танк не оглушает, значит ему дают компенсацию вместо оглушения уроном, как это сделано у арты. А что еще в этой игре можно делать? Вот ты стреляешь и наносишь урон. Если ты не наносишь урон, то что ты просто делаешь? Что еще в этой игре можно делать? Ездить и стрелять. Все. Это что будет? Тяжелый танк, который с огнемета вырубает тяжелые танки? А что он тогда будет делать не с тяжелыми танками? Чувствуется тут где-то что-то спряталось не очень хорошее. Ну и одно из последних. Будет ли пересмотр задач предыдущих компаний ЛБЗ? И ответ нет, таких планов пока нет. Ну и понятное дело их сделали и хорош. Доделывать не надо. Хотя там даже в начальных задачах есть 3-4 задачи, которые просто конченые. Они геймплей на идиотские. Они подталкивают людей играть неправильно, неадекватно. И это задачи для новичков. Их еще и тяжело сделать. И это только первые там самые задачки и там уже есть вопросы. А что там дальше? Там наверное вообще звездец. Я на основном аккаунте уже все ЛБЗ 3-0, 2-0, 1-0, 7-0, 20-0, все прошел. У меня все ЛБЗ пройдены, все танки получены. Но я вот попробовал на новом аккаунте попроходить новые задачки и там есть очень идиотские задачи. Но зачем их доделывать, переделывать, если у нас игра как развивается? Что нужно добавлять новый контент для того, чтобы разработчикам было что работать и за что выдавать зп. А не потому что это нужно игре. Ведь что нужно игре? Качественный балансировщик, справедливая стрельба, классные по геймплею карты, новый контент конечно же. Но чтобы он не ломал игру. Доработки интерфейса, доработки механик. Ну и последнее. На танках одиннадцатого уровня нельзя будет проходить ЛБЗ первых двух компаний. Очевидно, что первые две компании ЛБЗ не готовились под одиннадцатый левел. Неудивительно, что на нем нельзя их выполнять. Было бы замечательно, если бы ЛБЗ первых двух фронтов подстраивались под танки одиннадцатого уровня. Но это уже из разряда фантастики. Зачем вообще это прорабатывать? Ведь мужички танки одиннадцатого уровня получают не для того, чтобы получать комфорт и кайф везде, во всех местах в игре. На этом у меня все. С вами был Варчик. Радик красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.